От всей души приветствую вас на канале Строим Дом Своими Руками И сегодня у нас тема допустимые расстояния между объектами на стройке Тема животрепещущая, потому что не первый раз вы ее задаете в комментариях под моими видео Я решил раскрыть вам полностью этот вопрос, чтобы уже эта тема для нас была изучена и понятна Поехали! Камеру забыл Не далее как в ролике про подземный цокольный этаж Именно на этом самом месте, когда я говорил про наше расстояние между соседским гаражом и моей хозпостройкой будущей У многих возник вопрос, а не будет ли потом сложности при оформлении этого самовольного строения Потому как откровенно не соблюдены пожарные нормы И я с вами полностью согласен Я начал досконально разбираться в этом вопросе Потому что на тот момент я отталкивался лишь от разрешения на строительство И давайте сегодня я расскажу вам то, что я узнал об этом Начнем с самого первого Это красная линия Красные линии обычно называют участок застройки и остальную прилегающую территорию По красной линии чаще всего проходит ваш забор Дом не должен находиться ближе, чем 5 метров от красной линии Все, что пристраивается к основному дому и не засчитывается в кадастровом плане Может выступать за территорию 5 метров Если это требование нарушено, то суд может обязать вас снести вашу постройку, выступающую за красную линию Нормы строительства дома на участке для индивидуального жилищного строительства очень строго регламентируются снипами Давайте я вам все это покажу на примере своего участка Расстояния считаются всегда от наружной стены дома по прямой Уличный туалет на удалении 12-15 метров от дома До бани 8 метров То же самое относится и к душевым До сарая со скотиной и птицей, так же как и до уличного туалета, 12-15 метров Компостную яму правильно располагать минимум на 8 метрах Минимальное удаление хозяйственных объектов от дома 4 метра Парковать снегоход я советую не ближе 4 метров от дома Это, конечно же, шутка, друзья Один из интересных моментов относительно снипа Если вы взяли участок с 2015 года То вы обязаны гараж расположить как минимум 1 метр от красной линии И как минимум 6 метров от гаража с соседями То есть, по идее, вот этот гараж должен находиться прямо в центре участка Как вы думаете, это реально? Но мы сейчас не об этом Есть определенные расстояния между домами и другими объектами Которые каждый застройщик обязан соблюдать Все это сделано в большей степени для обеспечения пожарной безопасности Первое, на что вы просто обязаны обратить свое внимание при создании проекта Это требуемая дистанция между домами Дело в том, что при возгорании огонь очень быстро перекидывается с одной постройки на другую И при строительстве жилого объекта нужно учитывать, что расстояние высчитывается не от забора, а от соседнего дома Расстояние зависит от степени огнестойкости используемых материалов Если при возведении жилого объекта используются, допустим, негорючие материалы Типа пеноблока, газобетона, кирпича, бетона и так далее То расстояние между объектами составляет 6 метров Если при строительстве используются горючие материалы для перекрытий Например, металлический каркас, но с деревянными стропилами То необходима дистанция 8 метров Ну а если коттеджи построены из дерева, то расстояние должно составлять все 15 метров Исключение составляет двурядная планировка По-другому называемая таунхаус, а в простонародье дом на два хозяина Расстояние между постройками всегда замеряется строго по прямой линии Изгибы и углы не учитываются Я не помню, говорил ли вам нет, когда я только начинал строительство Внимание особое я не уделял этим параметрам И септик, который у меня проложен в цокольный этаж, он был выведен за ограду Я посчитал, что 5 метров от забора с той стороны это приводомовая территория По-другому называемая полисадником И я имею право использовать ее по своему усмотрению Когда я выкопал эту яму, на следующий день приехала большая комиссия На крутых больших машинах во главе с главой И говорит, хотите я вам покажу бумагу? И я говорю, мы что в пятом веке, хотите я вам покажу спички? Вот это поворот! Они мне показали документ, в котором было прописано, что в трехдневный срок Я должен ликвидировать свое самостроение вот это Потому что там под документом проходит или будет проходить по проекту газовая труба И этим самым я нарушаю условия газового пользования Я еще с семьей собирался на отдых в этот день Короче, вот такая моя оплошность обошлась приблизительно в тысячу рублей Потому как, во-первых, я это уже закопал Это стоило денег выкопать яму, уложить туда краном эти кольца и так далее А потом мне пришлось еще быстренько все это дело переставить в другое место Хорошо газовщики здесь работали и за сравнительно небольшую плату плюс бочонок меда Мне это все дело быстро выбрали и я благополучно уехал на отдых Но это вот одна из ошибок, которую просто я не знал И мы с вами плавно опять подходим к нашему вопросу про хоздвор, который у меня планируется здесь Но об этом в конце Регламентируется и расположение построек относительно друг к другу Так компостная яма и колодец должны находиться на расстоянии 20 метров друг от друга Также из гигиенических соображений рекомендуется держать на значительном удалении колодец и туалет, чтобы в воду не попали стоки При этом расположение артезианской скважины не регламентируется, так как обычно ее глубина идет до известковых пород, а это от 100 метров Весьма строги требования пожарной безопасности к обустройству бань, так как возводят в основном их из дерева При этом внутри используются дровяные печи, что создает повышенный риск возгорания Большое внимание СНИПы уделяют расстоянии между постройками и заборами Это также в большей степени гигиенические соображения, чем требования противопожарной безопасности Так как слишком близкое расположение объектов к соседнему земельному участку может стать причиной повышенного затенения Не всегда это приемлемо Итак, в СНИПе указаны следующие нормы Минимальное расстояние между домом и соседским участком 3 метра Если дистанция сокращается, должен быть составлен документ, подтверждающий согласие сторон Сарай для животных, птиц и скота должен находиться на расстоянии 4 метра от забора Санитарные объекты, такие как баня, душ, туалет, на расстоянии 2,5-3,5 метра При установке теплицы рекомендуемое расстояние составляет 4 метра Это позволит избежать затенения и попадания сточных вод с удобрениями на соседский участок Для гаража и сарая с инвентарем минимальная дистанция составляет 1 метр Таким образом мы с вами определились, что оптимальное расстояние при возведении любых построек 3 метра от забора Ну а прямо сейчас я вижу в ваших глазах совершенно закономерный вопрос Если ты рассказал все эти расстояния между хозпостройками и они соответствуют определенным СНИПам и ГОСТам Какого фига ты планируешь строить в нарушении всех ГОСТов здесь бассейн с баней, а с той стороны гараж на расстоянии 50 см от забора? Ребятки, я начал строить в 2012 году, тогда действовали СНИПы немножко другие И поэтому мой главный параметр, он отличается от того, что представляют СНИПы сейчас Чтобы было подтверждение моих слов и не было просто голословных утверждений Сейчас мы позвоним в архитектуру нашего района Честно, вот честно, вот честно скажу, вот прям откровенно честно скажу Звонить, находясь на стене, не очень удобно Итак Добрый день Я хотел бы поговорить с архитектором Здрасте, у меня такой вопрос В этом году у меня планируется начать закладывать хоздвор По моей картинке хоздвор прилегает к дому Будет метр от забора, там дальше хоздвор соседа То есть 2 метра расстояния получается между хоздворами Я стал задумываться, а не получится ли так, что я сейчас построю, а потом какие-то проблемы у меня будут с этим Я могу в любом месте заштрихованного участка строить Или все-таки мне нужно какие-то эти санитарные нормы соблюдать Вообще по правилам землепользования и застройки 5 метров от красной линии по 3 метра по периметру далее У вас я как бы заштриховала, но на тот момент там есть нормы от полуметра То есть это ранее было, но у вас же когда заявление-то было выдано? До 2014 года? Да, да, да Ну вот, там другие нормы были То есть в 2014 году ПЗЗ по этому был разработан и утвержден в Сельском совете Вот, поэтому там от полуметра до метра было, то есть вот по периметру, я имею ввиду, где вот далее Вот, исходя из этого То есть каждый сельсовет, по идее, вырабатывает свои нормы? У нас везде они установлены одни Просто ПЗЗ принят в разное время А можно мне сейчас узнать вот по тому факту, вот до того, до 2014 года По какому СНИПу и ГОСТу мне надо, что мне надо почитать, так скажем, от чего мне отталкиваться? На тот момент, как бы, вот у нас основной был СНИП 2.07.01.89 Так, расстояние от сарая для скота и птицы в соответствии с пунктом 2.19 настоящих норм Хозяйственные постройки следует размещать от границы участка на расстоянии не менее метра То есть это вот в этом СНИПе написано Если мы посмотрим в ПЗЗ уже на сегодняшний момент, там 3 метра То есть это вот тем, кто возьмут сейчас, у них появится вот то, что сейчас в интернете написано Сейчас вот эту застройку рисую То есть я уже, как бы, зону доступного размещения показываю по 3 метра по периметру И 5 метров, ну, от красной линии, ну, со стороны улицы Ну, с другой стороны, сейчас же хоз дворы нигде не регистрируют, по идее Если у меня дома введена эксплуатация Я с вами согласна То бояться же уже нечего Правильно То есть вот в этой зоне доступного размещения вы, как бы, можете, что хотите, так и располагать А сейчас нужно регистрировать после того, как я построил хоз постройку опять в ФЦ? Нет, нет Ничего этого не нужно, да? Фиксируется только один объект недвижимости, это жилой дом Все понятно Раньше, как вы видите, они делали техпаспорта И в них фиксировалось как жилой дом, так и надворные постройки Сейчас фиксируется только один объект, это жилой дом Понял Ну, все, спасибо вам большое за информацию Ладно, до свидания Все вопросы у нас развенчались, верно? Теперь вы знаете все И, пожалуйста, соблюдайте все нормы Потому что у меня есть один яркий пример одного дядьки, который взял в аренду участок в 2015 году Как раз, когда вступили в норму новые СНИПы Не позвонив в архитектуру и не взяв разрешение на строительство, он просто начал самовольную застройку своего объекта Так как он знал, что раньше можно было строить прямо на меже, он поставил свой дом, место использования части забора, прямо на соседский участок Его сосед Решил строить тоже деревянный дом Не то что в отместку какую-то, он просто знал, что у него будет деревянный дом Начал строить его, согласно разрешению на строительство, все по уму И теперь у них происходит один момент, что тот сосед, который стал строить неправильно Просит у него хотя бы, дай мне, пожалуйста, там эти три метра самых в аренду, чтобы я его к себе записал И у меня по СНИПам стало все нормально Ну, кто же будет три метра откручивать от своего участка, тем более, ну, с каких это вообще перепугов Хоть сегодня разрешение на строительство как таковое не требуется, пожалуйста, составляйте все грамотно Времена, когда это можно было делать на отвали, они прошли И на сегодняшний день вы можете просто потерять свой участок, не оформив все по уму Я, лично я, когда у меня был здесь метр забора, тут у меня... Я вам сейчас покажу два своих разрешения на строительство, и вы все поймете И я специально ездил в архитектуру, хотя уже знал, что требований нет к разрешению на строительство Я все равно в архитектуре взял эти данные И сейчас у меня есть разрешение на строительство хоздвора, который будет пристроен прямо к моему дому И гаража, который будет всего лишь в полметра от соседа И здесь тоже будет полметра от забора То есть будет не два метра, а всего полтора между гаражами Есть одно но, я очень внимательно буду относиться к пожарной безопасности Во-первых, все стропилку я буду обрабатывать огнебиозащитой А второе, ставить специальные установки в регионе, работать на компании, рекламировать ее не буду Занимается системой пожаротушения И вот у них есть автоматические такие порошковые системы Которые в случае пожара просто выстреливают порошком и дают какое-то время для приезда пожарной машины Я вам тоже советую на это обратить внимание и посмотреть Кстати, есть еще один момент классный В интернете продаются такие шары красные Он как мячик футбольный Его просто располагаешь в особо опасные места И как только туда попадает температура, он просто взрывается, образуя пороховое облако Это тоже очень полезная вещь, стоит она недорого Не пожалейте денег купить такую вещь Я вам советую Конечно, сегодня мы целый день на стройке не провели Но, друзья, поймите меня тоже Сейчас зима Вообще, многие сейчас диван давят Строители ждут сезона А я и так пытаюсь рассказать вам пока все, что в теории могу дать Конечно, это болтология в большей степени На самом деле, сейчас только сезон начнется с мая Я буду уже вкалывать не теоретически, а физически во всю Буду дарить вам море контент интересного, отличного видео Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки И, пожалуйста, давите колокольчик Колокольчик, давите его Когда вы давите колокольчик, вы делаете кого-то чуть-чуть счастливее Я был очень рад вас сегодня видеть Пока Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!